ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОМ В начале декабря 1563 года Иван Грозный лично вместе с большим войском двинулся от Можайска к Полоцку. 60 тысяч воинов и более 200 орудий составляли московское войско. Современники свидетельствовали, что стоял такой пушечный гром, что казалось, будто небо и вся земля обрушились на город. Залпы были настолько сильны, что некоторые ядра перелетали крепостную стену с одной стороны и били изнутри в противоположную. Неудивительно, что на 11-й день осады город сдался. Московский царь заранее дал обет, что если войдет в Полоцк победителем, то вернет на место крест святой Ефросинии, который до этого хранился в его сокровищнице. Надо отдать ему должное. Он так и сделал. Но на этом христианские поступки Ивана Грозного закончились. По его приказу были утоплены все евреи города, убиты католические монахи, а несколько тысяч палачан, купцов и ремесленников пленены и закованы в кандалы. После захвата Полоцка в успехах России в Ливонской войне наметился спад. А Иван Грозный стал совершать поступки, которые оправдали его прозвище. Ввел опричнину и начал массовые казни. В результате его люди начали массово переходить на сторону княжества, в том числе и главный воевода Андрей Курбский. Падение Полоцка стало точкой, определившей судьбу белорусской культуры и языка на века вперед. Жители Великого княжества Литовского для того, чтобы получить поддержку в войне, были вынуждены заключить союз, то есть унию, с польским королевством. Несколько раз шляхта собиралась в польском Люблине и обсуждала подробности объединения. С самого начала было ясно, что этот договор не может быть справедливым, ведь поляки не желали уступать, а представители Великого княжества Литовского не могли долго спорить в условиях войны. Им пришлось соглашаться на крайне невыгодные условия. В результате 1 июля 1568 года была заключена Люблинская уния. Две страны теперь объединились в одну, и это новое государственное образование назвали просто «республика обоих народов». В переводе с латинского «республика» означает «общее дело». Поляки произносили это слово как «жечь посполита». В таком виде название страны и закрепилось. После заключения унии поляки, наконец, оказали нашим предкам военную помощь. 30-летняя Ливонская война закончится с нулевыми результатами. Все государства-участницы, сильно потрепанные, останутся в своих прежних границах. Все захваченные города, в том числе и Полоцк, один за другим будут освобождены. Однако эта военная поддержка обошлась нашим землякам слишком дорого. Очень скоро поляки, пользуясь политическими и экономическими механизмами, начали притеснять своих союзников. Законы Польши и Великого княжества Литовского стали сближаться. И потому крестьяне попали в кабальную зависимость от землевладельцев и начали, по сути, превращаться в рабов. Со временем православие было объявлено вне закона. Большинство населения княжества поражалось в правах и официально называлось диссидентами. Кроме того, через 100 лет польский язык становится единственным государственным, а белорусский исчезает из официальных документов и школ. Неудивительно, что в ответ на такие притеснения на территориях Великого княжества Литовского одно за другим будут вспыхивать кровопролитные восстания. Несправедливые соглашения, положенные в основу государства, не пошли ему на пользу. В 1795 году речь Пусполитая будет окончательно разделена соседними странами. Одна из причин этого падения – внутренний раздор, изначально заложенный несправедливой Люблинской унией. За 250 лет существования объединенного государства белорусская знать сильно ополячится. Религия, язык и культура Белоруссии сохранятся преимущественно среди простонародья – в деревнях и поселках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова